Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Правда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Жители Усть-Урени больше не затопят. Молодость и опыт. Демитровградские депутаты отчитываются перед горожанами. В индустриальном парке Заволжья европейские заводы отмечают первые юбилеи. Дочка кормит молоком многодетную семью. Соцконтракт помог жителям Большой Кандалы. Сегодня в Казани проходит заседание Совета по развитию туризма под председательством полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Подробности в нашем сюжете. Сегодня в Казани проходит заседание Совета по развитию туризма под председательством полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Перед совещанием главы субъектов ПФО посетили выставку автомобилей, организованной перед Казанской ратушей. Экспозицию региона представили Ульяновский автомобильный завод и компании «Автодом» и «Симас». Были представлены автомобили для перевозки маломобильных пассажиров, школьные автобусы, машины реанимации, сделанные на основе УАЗ «Профи», а также новенькие автобусы «Симас». Машины оценил полномочный представитель президента в Поволжье Игорь Комаров. А президент Республики Татарстан Рустам Миниханов также проехался на новеньком УАЗ «Патриоте» с автоматической коробкой передач, который, кстати, поступил в продажу 1 октября. То, что мы увидели новые модификации автомашин, это говорит о чем. Российское машиностроение развивается, в государственной политике импортозамещение выполняется. Но то, что в Ульяновской области на базе Ульяновского завода производят такие автомашины, тем самым создается конкурентная среда и группе «ГАЗ», и для заказчика, для нас по линии здравоохранения, образования появляется возможность права выбора. Я посмотрел, пощупал, так что в перспективе будем покупать эти автомашины. Также участниками выставки стали экспедиционный УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот» с газобаллонным оборудованием премиум-класса. За 2018 год предприятия «Автопрома» отгрузили продукцию на сумму более 42 миллиардов рублей. По итогам восьми месяцев 2019 года индекс промышленного производства области составил 103,8%. Концерт «Шеффлер» в честь пятилетия своего завода в Ульяновске наградил лучших сотрудников. Предприятие посетило высшее руководство «Шеффлер Групп». К слову, Ульяновский завод сейчас работает в три смены и демонстрирует выдающиеся показатели. Подробнее Наталья Чумаченко. Знакомство с заводом, местные приглашенные гости и приезжая немецкая делегация начали с экскурсии по производству. Концерт «Шеффлер» является ведущим в мире поставщиком систем для промышленности и автомобилестроения. Сегодня завод в Ульяновске работает в три смены. Объем производства составляет полтора миллиона корзин сцепления и 300 тысяч сцеплений в год. Также налажено восстановление порядка 14 тысяч подшипников в рамках сервисного обслуживания. Наш пятилетний юбилей – это веха. Это некий очень большой шаг, который мы совершили и который позволит нам сделать совершенно что-то новое, новый прорыв. Мы все уверены в том, что мы научились ходить и даже бегать. И теперь мы являемся в рамках группы одним из наиболее конкурентоспособных предприятий. На торжественной части мероприятий первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева еще раз передала слова благодарности губернатора за плодотворное сотрудничество немецкому и российскому руководству компании, а также всем работникам предприятия. Чуть ранее в этот день глава региона лично встретился с генеральным директором «Шефлергрупп» Клаусом Розенфельдом и отметил, что компания все это время является не только надежным партнером для региона, но и социально ориентированным предприятием. Очень здорово, что наше сотрудничество на протяжении всех этих лет явилось таким образом. Искренне надеюсь, что и дальше оно будет столь же успешно. От его сердца желаю вам, всем вашим сотрудникам крепкого мира. Грамоты получили пять лучших сотрудников, которые за эти годы внесли большой вклад в развитие производства. Нужно сказать, что словами благодарности отметили не только руководящий состав Ульяновского предприятия, но и обычных рабочих. Пришел в 2016 году, это выбрал, потому что, как бы, люблю, это работа связана с производством, производством автомобилей, также запрестей. Работа связана с навадкой автоматической линии, навадкой оборудования, замена различных узлов механических. В конце торжественной части всех приглашенных гостей и отличившихся работников завода пригласили на фуршет, чтобы продолжить общение уже в неформальной обстановке. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управда ТВ. В Димитровграде продолжается отчетная кампания депутатов городской думы третьего созыва. Народные избранники обязаны рассказать горожанам, что успели сделать за год своей деятельности. Встречи будут проходить до конца октября. Перед димитровградцами предстанут все 30 депутатов гордумы. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Третьего октября во дворце книги ответ держали Руслан Шарафудинов и Иван Пирогов. Подробности у наших димитровградских коллег. Первый отчет перед избирателями молодого депутата от КПРФ Руслана Шарафудинова. Горожан, желающих пообщаться со своим представителем в местном парламенте, можно сказать, что и не было. Если не считать сотрудников дворца книги, где, собственно, и происходило мероприятие. То ли проблем у жителей, веренной депутату Шарафудинову, территории нет, то ли люди там живут не очень активные. А может быть, все дело во времени, которое выбрал для отчета парламентарий. В 17 часов у большинства горожан еще рабочий день идет. Честно скажем, немного пропустили те, кто хотел прийти, да не успел. Отчет был краток и в основном содержал общую информацию о работе всей гордумы, а не отдельно взятого депутата. За отчетный период было проведено 33 заседания городской думы в городе Димитровграде, из них 12 очередных. За год работы Димитровградской думы принято 233 решения. 95 решений носят нормативный характер. Благодаря подсказкам старшего товарища, зампредседателя думы Игоря Куденко, молодой парламентарий все же вспомнил о проблемах, которые есть на его участке. Например, недостаток фонарей и детских площадок во дворах. Когда и как будет решать проблему, лично мы не поняли. Бесспорно, более выигрышным и слаженным на этом фоне смотрелся отчет другого депутата гордумы Ивана Пирогова. Заслушать своего избранника пришли старшие по домам и просто жители. Причем горожане подтверждали буквально каждое слово, сказанное депутатом. Так в списке сделанного помощь при проведении капитальных ремонтов домов, благоустройство дворов, борьба с расчисткой от снега дорог, ремонт крыш и установка освещения у филиала городской гимназии. «Пеликан, который установил, я установил, попросили со школы установить. Установил, сейчас его покрасили, очень красиво смотрится возле школы». Депутат не делит в своей работе проблемы на мелкие и крупные. Видимо, за это и поддерживает своего избранника жителей Вереного Пирогового округа. «С Иваном Геннадьевичем мы работаем уже сначала, как заступил он на службу. Дом у нас проблемный, МРС-2. Решаем очень много, с ним уже проблем очень много, очень. У нас прям буквально через день вот телефонные звонки только. Иван Геннадьевич, подъезжай, Иван Геннадьевич, подъезжай». Кстати, после отчета депутаты Пирогова избиратели еще долго обсуждали вопросы, которые им предстоит решать совместно с народным избранником. Жителям Старомаинского района помогла соцзащита. Соцконтракт оказался мощным подспорьем для многодетной семьи. Кто кормит и детей, и поросят? Подробнее в материале Виктории Черковой. Многодетная семья Стекловых из Большой Кандалы Старомаинского района обзавелась кормилицей. В этом году Людмилу и Анатолию оформили соцконтракт на 65 тысяч рублей. На эти средства они купили корову. Та вскоре принесла молодую телочку. Хозяйство начало развиваться. На момент оформления контракта у Стекловых уже были козы, хрюшки и куры. Сейчас молодая корова по имени дочка кормит не только семью, но и на продажу молоко остается. Выкармливаются и поросята, маленькие, допустим. То есть это и мясо, и прибыль семейная сдаем к тому, что... Анатолий работает станочником, но это не мешает ему регулярно ухаживать за скотиной. Фермер рассказал о своих домашних обязанностях. Ну, стою я в шесть, иду я сразу убираться у коровы, корню поросят, дети встают, паят поросят маленьких молоком, навоз вывожу. Вечером тоже так же, прихожу с работы, начинаю тоже. Супруги Стекловы признались. Больше всего они хотят прироста в своем подворье. Если дело будет развиваться, там и недалеко до оформления крестьянско-фермерского хозяйства. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ. 113 жителей Корсунского района Ульяновской области от паводка больше не страдают. В черте села Усть-Урень русло одноименной реки прочищено благодаря федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов, части национального проекта «Экология». С места событий Павел Половов. 3,5 километра реки Усть-Урень прочищено в черте села, получившего свое название от реки, которое затапливало дома жителей с незапамятных времен. Вот в этом селе я проживаю с 76-го года. За все года, начиная до конца 16-го года, это село весной затоплялось ежегодно. Причем затоплялось оно со всех концов. По окраинной улице, которая идет вдоль речки, потом вот эта заречная улица и речная две. Это происходило регулярно, каждый год. Вот эта речка, она вроде бы-то небольшая была, но она была вся заращена, завалена. И как только началась половодия, начиналась эта речка, она далеко, притоков у нее много, она впадает в барыш, и вот начиная вот от того поворота, она начинала выходить из берегов, и вот эту вот часть всю затапливала полностью, погреба и все. Жителям затопленных домов и владельцам покрывающихся водой огородов по два раза в год выплачивалась компенсация из областного бюджета. На данный момент работы в стадии завершения. Однако уже второй год огороды и подвал домов сухие. Затапливать перестало почти сразу, как начали производить работы. В период 2017-2019 годах реализуется данное мероприятие. По итогам этих трех лет было прочищено 3,5 километра протяженности реки. Из них 250 метров участок спрямления спрямили русло. На очистку реки было направлено около 15 миллионов рублей из федеральной казны. Сделано это было благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» части национального проекта «Экология». Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правды. ТВ. В Димитровграде на территории специального подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России открыли памятник. Памятник славы. Открытие приурочено к празднованию 60-летия подразделения. На мероприятии присутствовали действующие сотрудники, ветераны службы, руководство Института атомных реакторов и съемочная группа портала «Димград-24». Волшага. Правое плечо. Вот так с выноса знамени подразделения началось торжество. Специальное подразделение противопожарной службы работает на страже безопасности научно-исследовательского института атомных реакторов уже 60 лет. 60 лет минуло, но задачи по охране важного государственного объекта по-прежнему стоят. И по-прежнему на страже нашего спокойного труда, на благо Родины, стоите вы. За что коллектив Гринцениар безусловно благодарен каждому сотруднику специального управления. И вот она торжественная минута. Памятник открыли Владимир Семиряга, руководитель службы в отставке и нынешний начальник специального управления номер 87 МЧС России Павел Прокошев. В основании памятника была заложена капсула времени, открыть которую можно будет лишь через 20 лет, в 2039 году. Ветеранам очень приятно будет вспомнить те молодые годы, когда они проводили здесь почти круглые сутки. Не к сутке, а целые дни, недели, месяцы. Потому что раньше было у нас сутки через двое, и, соответственно, работы было больше. Конечно, труд каждого из этих молодых парней неоценим и очень важен. Важен для сотрудников ГНЦ НИАР и для жителей Димитровграда. Об этом говорили и почетные гости на торжественном мероприятии, которое во второй половине дня прошло в НКЦ имени Славского. Здесь было все. И праздничный концерт от лучших коллективов города, и заслуженные награды разного уровня значимости, и слова признательности в адрес виновников торжества. Наша работа заключается в том, чтобы постоянно быть наготове, чтобы предотвратить любую чрезвычайную ситуацию или, возможно, пожар, чтобы жители города и работники института работали и жили спокойно. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управда ТВ. Страсти по модолении впервые покажут на российской сцене. В предстоящие выходные поклонники театрального искусства смогут насладиться премьерным спектаклем, который будет показан на основной сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова. Ирина Антонова подробнее. Эскиз по пьесе Дона Нигра «Страсти по модолению» режиссера Евгения Ланцова был впервые представлен ульяновской публике на режиссерской лаборатории Олегаевского. Прошло полтора года, как из эскиза родился спектакль. Это была такая очень значимая для нас работа. Мы сразу решили, я говорю сейчас об Евгении Юрьевича Ланцове, вот он в центре, в красивом пиджаке. И мы сразу решили, что этот спектакль должен жить на нашей сцене. Но тут Евгений Юрьевич принял театр, понимаете. Он сейчас является художественным руководителем Кировского драматического театра имени Сергея Мироновича Кирова. В городе Кирове. В городе Кирове. И приехать сразу не смог. Он освободился для нас вот в этот период времени. Американский драматорг Дона Нигра, пьеса которого легла в основу спектакля, один из самых публикуемых драматоргов современности. В России он был практически неизвестен до тех пор, пока переводами и популяризацией творчества писателя не занялся Виктор Вебер, который станет почетным гостем премьеры. Любой человек, маломальски знакомый с драматургией, сразу угадывает чеховские мотивы. Потому что, видимо, он совсем помешанный на нашей литературе русской. И делает это с большим удовольствием, я думаю, что может осознавая, а может не осознавая этого. У него больше 500 пьес и много пьес на российские темы. В основе нового спектакля – греческая мифология. Однако в пересказе Дона Нигра миф о Медее становится неузнаваемым. Известный сюжет переплавляется в захватывающий детектив. Главные роли в спектакле исполняют актеры Оксана Романова, Виталий Пичик и Ольга Новицкая. Также в спектакле задействованы народные артистки России Кларина Шадько и Зоя Самсонова, заслуженный артист России Виктор Чукин и заслуженный артист Украины Андрей Бориславский. Сценографию создал главный художник театра Владимир Медведь. Костюмы – Наталья Войнова. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптика, в выходные в регионе ожидается теплая погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха удержится на отметке 17 градусов по Цельсию. Ветер южный 6 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова